Здравствуйте! В студии Олеся Акинфеева и вы смотрите программу «Приморсговор». Каждый выходной Серпуховский историко-художественный музей проводит мероприятия, которые собирают ценителей красивого и настоящего. Сейчас музей готовится провести «Ночь искусств». О специальной программе нам расскажет директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Олейникова. Жанна, здравствуйте! Здравствуйте! Но поговорим мы не только о «Ночи искусств», потому что и на этих выходных планируются мероприятия. Но прежде мне хотелось бы, знаете, о чем, Жан, поговорить? Что музей сегодня вышел вообще за рамки привычного понимания, что такое музей, выставочное пространство. Сегодня в музее звучит музыка, оживают персонажи. Это тенденции времени? Да, это действительно так. Я только хотела сказать, что это именно не только, как сказать, наша большая работа. Это действительно такой музейный тренд сейчас. И если посмотреть на все культурные институции в целом, то они выходят к синтезу искусств и уходят от своей основной даже деятельности. Точнее, как они ее продолжают вести, но при этом приглашают, как сегодня это модное слово, коллаборация, которая означает «объединение». И вот именно в этом объединении есть, наверное, великая сила искусства. И именно тогда получается самый высший пробы культурный продукт. В итоге, когда происходит такое объединение, когда в музее, помимо изобразительного искусства, звучит музыка, звучит художественное слово, это больше нравится нашим посетителям, гостям нашего города, которые приезжают на конкретные какие-то программы, непросто. Ну или подгадывают, заказывают экскурсию и подгадывают день, когда как раз-таки в нашем белом зале будет звучать музыка. Музей стал арт-пространством. Это больше все-таки требование зрителя, посетителя или сами себе сотрудники, так сказать, подняли планку и теперь ее держат? Вероятнее всего, все же я отвечу на этот вопрос, что это требование времени, это пожелание и, наверное, действительно желание наших посетителей. Просто мы очень чутко прислушиваемся ко всем комментариям, которые остаются в интернете, часто пишут отзывы, у нас в книге пишут отзывы, мы на это реагируем. Если есть какие-то, допустим, замечания, нарекания на работу, мы корректируем ее, исходя из пожеланий наших посетителей. И они действительно хотят большего включения, они хотят испытывать какой-то новый опыт при посещении в музее и не ограничиваться только классической экскурсией. Наверное, так. Во многом для нас вот такую подсказку дают наши дети, потому что они приходят в музей малышами. Не только наши музейные дети, хотя, безусловно, они одни из наших, наверное, лучших экспертов, потому что они, ну, в силу того, что многие работники сферы культуры, они живут действительно своей работой, поэтому и дети растут там, они прислушиваются к детским программам, ко взрослым, хотят участвовать. И мы видим, как бы, да, их отклик, их и интерес. И, соответственно, видя, как взрослые люди, они тоже зачастую, когда приходят, ну, не только детям хочется в музей что-то потрогать непременно, взрослым тоже... Ну, мы же все маленькие дети. Да, поэтому, когда ты продумываешь, приспосабливаешь выставочное пространство с возможностью что-то потрогать, все интерактивные модули, создаваемые для детей, они востребованы и взрослой аудиторией тоже. Меня вот зацепила фраза «хотят получить новый опыт», но нас сейчас так сложно удивить. С одной стороны, да, но вот это, кстати, тоже определенный вызов уже для музейных сотрудников, потому что действительно мы имеем возможность много путешествовать, у нас большая страна, каждый регион интересен по-своему. И, допустим, вот мы сейчас, да, куда-то выезжаем и обязательно обмениваемся опытом, где мы что увидели интересного, необычного, и какой опыт может быть тиражируемым на нашей площадке. И мы, естественно, подсматриваем у коллег что-то лучшее и потом реализуем у себя в музее. Также вот мне очень приятно было видеть, что коллеги, например, из Красноярска, увидев наш иммерсивный вечер «Аванград», в этом году на «Ночь искусств» делают тоже, так же, как и мы, мы тоже повторяем иммерсивный вечер с другой темой, они тоже делают. Ну вот они делают на тему ту, которая была у нас два года назад. И это приятно, потому что они писали тогда отзывы, они восхищались тем, что мы это сделали, что мы проявили определенную смелость. И вот так вот в виде работы друг друга мы как-то подтягиваемся, читая отзывы посетителей, мы, соответственно, тоже видим, что нравится, повторяем какие-то программы. Но не прям точь-в-точь, да, а просто формат берем в работу, оттачиваем его до совершенства и дальше слушаем, что нам говорят и чего хотят наши посетители. А готовы принять любой вызов? Я думаю, что да, то, что мы сегодня делаем, мы определенно очень смелые, потому что, надо сказать, что когда вот задумывался первый иммерсивный вечер, да вообще, когда задумывался первый фестиваль, даже музей под звездами, когда мы брали большую площадку, брали за синтез искусств, делали это все в августе, ну, про музей под звездами, я говорю, да, тогда, когда основная часть людей вроде бы, казалось бы, отдыхает и прям активно уезжает куда-то. Соответственно, все творческие люди либо тоже отдыхают в этот период, уезжают куда-то, ну, их в городе практически нет творческих коллективов. Мы тогда пошли на то, чтобы все равно этому фестивалю быть, делали его, и вот уже пятый год, получается, его воплощаем в жизнь каждый август. А если говорить о смелости в музейном пространстве, то, безусловно, мы просто на самом деле знаем, чего хотят люди от музея, да, сегодня, причем эти желания, они меняются, потому что, конечно... Очень быстро причем. Да, да, очень стремительно. Гастрономическая составляющая, допустим, должна быть в музее, нельзя есть. У нас появилось музейное кафе, где можно перекусить, и мы их подтягиваем в различные наши программы. Такой пример, мастер-класс «Голландская плитка», который родился у нас в рамках проекта межмузейного образа смысла «Голландская живопись» и сохранился в наших стенах уже после закрытия выставки, поскольку наша коллекция «Голландская живопись», которая представлена в постоянной экспозиции, она позволяет нам продолжить работу, дать необходимую тематическую экскурсию, дальше получить опыт новый в плане росписи и создания уникального сувенира. Это вот каждый посетитель создает свою голландскую плитку, которую можно либо кому-то подарить, либо использовать. Она такая абсолютно утилитарная получается, поскольку это Голландия, XVII век, такой вот идет контекст времени. В это время Петр I совершает в конце XVII века свое великое посольство, едет в Голландию, мы все знаем, что он оттуда нам привезет, и слабо морского флота, и Петербург, Санкт-Петербург строится, и он привезет табак, кофе, поэтому в нашем кафе мы рассказываем о том, как кофе было привезено в Российскую империю, и как люди не хотели пить этот напиток, но царь приказал, нужно было его пить, нужно было держать кофе, если вдруг, не дай бог, к тебе зайдет в гости царь, то нужно было его угостить и показать, что у тебя все в наличии. Поэтому вот такие вот интересные перипетии, связанные с традицией пить кофе, без которого мы сегодня уже не представляем в жизни, а когда-то это такая дьявольская ягода. Жанна, ну неужели нет страхов, что не будет попадания прям точного в цели, в сердце? Нет, таких страхов нет, потому что все равно всегда аудитория находится, и потом для нас это тоже даже своего рода любой эксперимент, там все равно есть, даже если вдруг есть какие-то неудачные моменты, они поддаются коррекции. Мы корректируем и делаем программу еще лучше. Если удачное что-то, то мы берем этот элемент уже, допустим, в новую программу, там пробуем какие-то совершенно другие тоже экспериментальные вещи, но мы знаем, что определенный сегмент уже обречен на успех. Вот поэтому, ну это такая сложная музейная кухня, действительно, и мы говорили о том, что посетители, да, но и для нас это тоже определенный вызов, определенный интерес, нам хочется ставить себе сложные задачи, и, наверное, вот в этом заключен успех, наверное, программ, потому что подобрались такие перфекционисты в музее сейчас, которые готовы, даже если очень сложно, найти возможность, то есть нет, нет, скажем так, вопроса делать, не делать, есть задача, надо сделать, надо сделать, чтобы человек ушел довольный, человек получил и опыт, и знание был включен, потому что, ну, на самом деле, у нас в России партиципаторные практики в музее, они активно, наверное, в течение 10 лет входят в передовые музеи, и сейчас уже в регионах на протяжении, ну, наверное, 5 последних лет тоже активно используется, это включение и вовлечение человека в процесс, то есть, к примеру, как это отразилось на экскурсиях в музее, это не просто уже монолог, это некий диалог, да, не все экскурсоводы владеют таким, да, как бы подходом новым, который требуется сегодня, да, не все посетители пришли на экскурсию и хотят говорить, задавать вопросы, кто-то просто хочет послушать, ну, мы, в принципе, когда едет группа, мы у организаторов этой группы спрашиваем, какие есть пожелания, первый раз ли к нам едут, и пытаемся также и здесь, с таким каким-то индивидуальным подходом. Жизнь музея, как-то у меня сложилась, как вечный адреналин, получается, для сотрудников. Ну, на самом деле это так, потому что, когда все люди отдыхают, мы не отдыхаем, мы работаем, мы работаем для людей, для того, чтобы их отдых сделать интересным, ярким, запоминающимся. Как я вас понимаю, к работникам телевидения это тоже относится. Жан, про открытие и вдохновение. На конкретных примерах. В эту субботу пройдет музыкально-литературный вечер, называется «Его насмешливое счастье». Вот что вдохновило на реализацию этого проекта или кто? Да, здесь, на самом деле, очень интересная история. Иногда к нам приходит вдохновение, ну, не к нам вдохновение, в виде людей приходит, которые приходят вдохновленные, отдельные темы и хотят сделать, да, именно у нас в музее программу. В данном случае «Чеховские инвенции», его насмешливое счастье, так вот интересно выбрано название, это предложение как раз Елены Порошиной, режиссера, постановщика многих спектаклей. Многие знают Елену Юрьевну хорошо. Мы тоже неоднократно уже на музейной площадке с ней сотрудничали, с ее коллективом, с прекрасными ребятами, которые многие уже повырастали, стали, уехали из нашего городского округа серпухов, вступили в московские театры, но все равно продолжают возвращаться сюда и реализовать отдельные спектакли, наверное, да, форматы. Ну, в данном случае вот такое мероприятие необычное в виде художественной, литературной композиции. Действительно, Елена Порошина пришла с такой идеей, поскольку у нас наш город Серпухов, музей стоит на улице Чехова, связан с Антоном Павловичем Чеховым, но зачастую мы не можем его использовать как нашего героя, как нашего гения места, хотя часто мы повторяем, что Чехов служил, был членом земской управы, это здание сохранилось, ему как раз-таки, ну, по сути, начинается, наверное, улица Чехова, если мы берем от улицы Советская как раз-таки здание на углу, дальше мы проходим с правой стороны, идем по улице Чехова в сторону музея, с правой стороны проходим памятник Чехову, где он сидит на скамейке, в диагонали видим даму с собачкой, идем дальше, проходим прекрасный наш театр, который не носит имя Чехова, в отличие от многих других городов, в которых есть театр и имени Чехова. Ну, вот наш не связан с его именем непосредственно, хотя в репертуаре есть, естественно, спектакли, произведения Антона Павловича Чехова. Через дорогу старейший городской сад, в котором, я уверена, Чехов бывал. Вот, ну, кстати, мы проходим, не проходим, да, но у нас есть по улице Революции, получается, мы можем попасть на площадь Ленина, которая была главной торговой площадью, да, и Чехов точно там бывал, потому что в торговых рядах собирался кружок любителей театра. И вот как раз-таки многие театральные традиции, читки пьес, это происходило в нашем городе в присутствии Чехова. Далее мы идем, и Чехова 87, проходим Серпуховский историко-художественный музей. С Мараевой Чехов не был знаком, они не встречались, но понятное дело, что в фондах нашего музея хранятся уникальные экспонаты, это книги с личным автографом Антона Павловича Чехова, которые были подарены библиотеку, потом стали фондом музея. Вот, поэтому вот эта вот чеховская история, помимо того, что он о нашем городе ничего сказать не может, только вот ел луковый суп, да, это то, что молодцы фермеры взяли эту историю, и теперь наш город связан с битками луковыми, которые как-то вот тоже, да, мы постарались сказать, что Чехов наш, а он ведь, между прочим, свое имение Мельхова покупал и оформлял именно в Серпухове, и очень многое сделал для учителей, для врачей в нашем городе. И вот Елена Юрьевна говорит, я хочу сделать что-то по Чехову, прям вот такое, не просто поставить его какое-то произведение, а вот какую-то прям вот композицию сложную, какую-то театральную форму для того, чтобы заявить, что Чехов наш, вот, тоже наш. И началась работа, подготовка, и родилась вот такая вот художественно-музыкальная композиция при участии прекрасного хореографа, с которым работает Елена Юрьевна, Анна. Многие постановки были поставлены в свое время тогда еще на острове Дракена. Многие знают эти большие спектакли музыкальные. Потом, конечно же, все знают елки, которые проходили в Надежде. В ДК «Большевик» проходят спектакли, и по сей день тоже интереснейшие. Вообще, Порошина часто выезжает со своими уличными спектаклями в другие города и участвует в фестивалях. Для детей, детская аудитория прекрасно знает. Да, мы неоднократно снимали, она очень узнаваема. Очень, и по стилю. И вообще, вот как раз-таки, это человек, который очень так вот легко и широко мыслит. И вот в данном случае мы обратились, Елена Юрьевна обратилась к эпистолярному жанру, к наследию, связанным с Антоном Павловичем Чеховым. Это письма, его письма прекрасным женщинам, которые его окружали, и ответные письма от этих женщин. И в основе как раз-таки вот этой композиции вот эта переписка. Также пригласила к участию, я сказала, да, что хореограф, это будут отдельные пластические этюды, пластическое оформление очень красивое, нам предстоит увидеть в эту субботу. И, безусловно, музыка будет звучать, Белый зал слышал разную музыку, в данном случае тоже академическая музыка в исполнении чеховского коллектива, арт-классик тоже будет звучать. То есть вот такая вот интересная вечерняя программа нам предстоит, связанная с Антоном Павловичем Чеховым. Так, а что вдохновило на Ночь искусства? На Ночь искусств, Ночь искусств, на самом деле, это вот всегда вызов. Потому что, во-первых, представление о том, что, ну, во-первых, все работают в Ночь искусства, все дают какую-то программу. Причем по опыту наших коллег, да, вот зачастую возникают такие вот мысли относительно того, что Ночь должна быть бесплатная, да, посещение. Кто-то действительно оставляет только ночное посещение. Вот, пожалуйста, ночью приходите в музей, смотрите. Ну, днем не дошли в музей, ну, приходите ночью. Вот. Мы имели такой опыт в один год, и он был, кстати, неудачный, потому что многие люди забыли о том, что они идут в музей, и подготовились к ночному посещению музея несоответствующим образом. И мы вынуждены были портить ночное посещение тем людям, которые действительно пришли за культурной повесткой из-за того, что отдельные люди вели себя просто неприлично. То есть такое было. Поэтому я сразу оговорюсь, ночное посещение музея мы решили все-таки сделать таким, с неким ограничением. Это будет платная программа. Вот эту ночь, да, до этого была ночь, у нас было бесплатное посещение. Вот именно ночь. Но для того, чтобы люди, которые хотят действительно посетить музей, мы делаем праздник и предваряем нашу ночь искусств свободным посещением музея. Вот 4 ноября с 11 часов утра мы начинаем открывать свои двери, которые абсолютно будут свободны, открыты для всех наших посетителей в этот день. И помимо всего прочего, вы не просто можете прийти посетить музей, вы еще можете попасть на тематические экскурсии. Практически все мы заявляем, каждый час будут идти тематические экскурсии на разные темы. Отдельно по русскому искусству, отдельно западноевропейское искусство, отдельно по керамике из коллекции музея, отдельно по исторической выставке. Отдельно, кстати, будет посещение выставки Андреева живописи, которую новую мы выставку не так давно в сентябре открыли. Вот она тоже будет свободным посещением в этот день. И вы также сможете, у нас Андреев, в час дня экскурсия по выставке живопись света будет проходить. То есть вы можете не просто прийти, посмотреть его фотографии, а еще и узнать о его жизни более подробно. То есть все залы открыты для бесплатного посещения? Для бесплатного входа. До 20.00 можно будет посетить музей совершенно свободно и бесплатно. Для детей мы в этот день тоже планируем отдельные программы. Это будет в 2 часа дня тематическая экскурсия «Здравствуй, музей». Она подходит для деток, которые делают, только впервые переступают порог музея, только ознакомятся, их будут учить смотреть произведения живописи, и расскажут о жизни и творчестве самых известных русских художников. Вот такая программа в 2 часа дня, 4-го, для детей пройдет. А для детей, которые уже неоднократно бывали в нашем музее, я знаю, что такие есть, в 6 часов вечера пройдет тематическая экскурсия по выставке «Живопись света». Она уже будет рассказывать об искусстве фотографии, но это, опять-таки, детская экскурсия будет, путешествие с фотографом она называется. Но хочу обратить внимание, несмотря на то, что вход будет свободный, и мы предлагаем действительно такую очень насыщенную программу, посмотрите подробно на сайте, на нашем телеграм-канале, все это подробно расписано, ну и афиши тоже есть, как мы будем работать с 11 утра до 20.00. Вот, необходимо все-таки бронировать на сайте электронные вот эти вот билеты бесплатные, поскольку кто был в нашем музее, знает хорошо, что он у нас такой вот камерный, залы небольшие, да, поэтому если вы хотите попасть, то, конечно, приоритет будет у людей, у которых есть электронный вот такой вот бесплатный билет. И опять-таки тоже хочу обратиться к вам с просьбой, если вы забронировали такой билет, но вдруг решили не идти, вы, пожалуйста, сообщайте об этом либо нам по телефону, либо сделайте возврат, потому что многие люди, которые захотят попасть, они увидят, что билетов нет и могут просто не прийти. Мне кажется, что это нечестно, поэтому если все же не бронируйте все сразу, знаете, у нас такое бывает, вот все вот сейчас вот взять, а прийти только в один час. Ну вот все-таки давайте как-то тоже с уважением подойдем, потому что наши экскурсоводы, они готовятся, они будут ждать. Безусловно, у нас будет много посетителей в этот день, но мы вынуждены будем ждать того самого человека, который у нас забронировал этот бесплатный билет. Помимо детских программ еще будут мастер-классы работать. Мы в этот день дадим абсолютно все мастер-классы, которые есть у нас в нашем арсенале. Вот отдельная будет локация, где дети смогут потренироваться и в народной росписи, и порисовать рисунки. Единственное, что эти мастер-классы вот конкретно вот в этой локации, они будут платные. Там стоимость символическая, но вы понимаете, да, что это расходная часть материалов, поэтому здесь подразумевается все-таки оплата. Но при этом мы понимаем о том, что многие придут всей семьей, и если, допустим, родители могут осилить несколько экскурсий, то уже для ребенка это будет сложновато, поэтому вы сможете его оставить с педагогом музейным, он там порисует, хорошо проведет время, и вы прекрасно проведете время в музее. Ночь будет особенной. Да. Ночная программа начнется в 20.30. Это будет, еще раз повторюсь, такая специально подготовленная программа, на которую продается билет, в данном случае его нужно будет приобрести. Можно это сделать на сайте музея, либо прийти и купить этот билет в кассе. На месте. Да. Билет, там есть тоже определенные условия. Если вы соберетесь в компании, то вам будет выгоднее посетить музей, потому что шестой человек, если вы придете в компанию шести человек, шестой человек идет бесплатно. Ну, вы уже сами сможете решить, пойдет ли кто-то бесплатно, вы сделаете кому-то такой подарок, либо уже поделите себе и уменьшите сумму билета. Что из себя будет представлять эта программа? По формату это будет иммерсивный вечер. Иммерсивный вечер это когда у нас наши посетители, помимо того, что будут актеры присутствовать и создавать атмосферу этого вечера, вы также будете включены в это действие, и от ваших действий будет зависеть игра актерского состава. То есть, по сути, вы все будете, мы все вообще в этот вечер будем определенными персонажами, определенными героями одной определенной пьесы. Музей в эту ночь превратится в город Эс. Ну, понятно, да, если мы говорим о наследии Антона Павловича Чехова, то в его произведениях часто встречается город Эс. Ну, я смеюсь, что на самом деле каждый город в нашей стране с названием на Эс говорит о том, что это о них. Ну, мы, конечно же, говорим о том, что это о нас. И где-то действительно мы наш город в произведениях Чехова узнаем. Вот, город Эс, в котором есть нижний город, в котором, соответственно, обитает определенный класс людей. Там открыты трактиры, в которые в этот вечер можно будет зайти и угоститься бокалом игристого. Но не получится сильно много позволить себе, потому что в этом городе при входе вы получите еще стартовый капитал. Вот, будут талоны, по которым можно будет как раз-таки угоститься игристым. Ну, соответственно, один талон предполагается на одного человека. Далее будут чайные. В чайных можно будет тратить те денежки, которые вам дадут для того, чтобы угоститься чаем. Будут, будьте внимательны, будут, конечно же, в этом городе жить и всякие различные попрошайки и мошенники, которые будут норовить ваш капитал себе. Присвоить, да. Соответственно, но в низшем городе вы надолго не задержитесь. Вам нужно будет совершить подъем на социальном лифте и переместиться уже в город Верхний, в котором происходит уже такая культурная жизнь, в котором вам встретятся поэты, которые живут, а мы путешествуем во времени в начало 20 века, а точнее в 20-е годы 20 века. И для того, чтобы наш спектакль в целом получился удачным, интересным, красивым на ваших фотографиях в первую очередь, то, безусловно, мы предусматриваем дресс-код. Для этого вечера нужно будет придумать и одеться в духе начала 20 века, а точнее вот мода 20-х годов 20 века. На самом деле такие публикации для того, чтобы как-то настроиться, понять, как же одевались люди, мы делаем у себя в Телеграм-канале, можно подписаться и посмотреть, там все сохраняется. Есть, кстати, видеоролик с предыдущего иммерсивного вечера в музее, тогда мы жили в 1905-1910 годах, вот этот вот период был чуть раньше, теперь мы уже, конечно же, перемещаемся уже в постреволюционное пространство, и все перипетии, переживания этого времени нам предстоит тоже переживать. Будет режиссер, редактор, который собирает газету и последние новости, будут у нас музыкальные и танцевальные салоны, безусловно, которые можно будет посетить. Вот первый этаж музея, он будет в такой вот свободном плавании, но при входе вы поймете, что вас объединяют в некие группы с такими странными названиями, которые соответствуют названиям художественных группировок того времени. они, надо сказать, были очень интересные, время непростое, и художники, они старались ипотировать, в том числе объединяясь, давали своим группам по интересам смешные названия. Например, была группа «Ослиный хвост» или, например, «Бубновый валет». Это как-то уже немножко характеризует тех людей, которые входят в ту или иную группу. Так вот, у вас будут такие же названия. Была группа символистов, которая имела красивое название «Голубая роза». Вот такая группа у нас тоже будет. Наверное, не раскрывайте секретов, а давайте, наверное, посоветуем, чтобы быть подготовленным для этого вечера, что почитать? Ну, на самом деле, мне кажется, есть смысл. Если вы любите поэзию этого времени, а это и Блок, и Цветаева, то, безусловно, читайте. Если вы любите, кстати, вот Александра Вертинского, к примеру, который тоже живет в это время, послушайте его. Если вы хотите почитать об искусстве этого времени, ну, безусловно, вот те группировки художественного объединения, которые я сказала, почитайте про них в интернете, что это были за выставки, какие художники туда входили. Ну, безусловно, это и Кантинский, и Малевич, и Кончаловский, и Машков, и Фальк, и Гончарова, Лорионов. Ну, в общем-то, это действительно очень интересное время, и интересность его именно в художественной среде во многом связана с активным, с популярностью фотографии в это время. Она появляется в середине XIX века в Европе, в Россию приходит активно и становится популярна на рубеже веков в начале XX века. Именно поэтому мы акцентируем внимание на этом периоде, и отдельная часть программы, дальше поднимаясь на социальном лифте еще выше, когда ваша душа должна просто уже возвыситься до невозможных каких-то... Парить от счастья. Вы переживете довольно интересную личную историю, очень важную для нашего города, которая будет связана с жизнью и творчеством нашего фотохудожника Николая Андреева, всемирно известного фотохудожника, его юбилей в этом году мы отмечаем. И, соответственно, там вам предстоит уже в таком уже спектакле, в котором, опять-таки, тоже вы будете действующими лицами, пройти годы жизни вместе с героями, с фотографией Андреева, с людьми, которые были ему близки, которые его поддерживали. Ну и, безусловно, вы посетите его фотоателье, которое было очень посещаемо в 20-е годы в нашем Серпухове на Московской. Этот дом сейчас сохранился, дом, в котором жил фотохудожник, и в котором была его галерея фотографий, так называла свое фотоателье. Вот, поэтому эта история тоже раскроется в интересном формате, не просто экскурсионном, а в таком вот очень живом, очень, я уверена, трогающим до глубины души. Вот такая вот ночь искусств с 20-30 и практически до 10 часов вечера предстоит нам 4 ноября. Но этим не закончится, на самом деле, ночь. В 23 часа мы предлагаем вам попасть на концерт Александра Вертинского. И для этого мы пригласили одного из лучших исполнителей роли Александра Вертинского в России, отмеченного многими наградами, Дамир Бахтеев, он же и режиссер этого моноспектакля. И вот он согласился приехать в эту ночь искусств именно в Серпухов, и в Серпуховском историко-художественном музее даст спектакль. Вот, очень интересный, который построен по автобиографии Александра Вертинского. Ну, шикарная программа. Все-таки думаю, что нужно подготовиться к этому вечеру, чтобы все открытия были такими глубокими и осмысленными. Чтобы не просто уйти, ой, понравилось, а чтобы, уходя, переваривать, додумывать, рассуждать. Это, кстати, успех всех мероприятий, когда ты вроде бы как-то, ну, все-таки легко у тебя прошло мероприятие, но ты возвращаешься домой, тебя не отпускает. Вот когда не отпускает, да, это дорогого стоит. Когда ты хочешь узнать больше что-то. Мы, конечно, стараемся, ну, имея какой-то свой тоже опыт посещения отдельных мероприятий, что, скажем так, цепляет, да, скажем таким словом, что трогает до глубины души. Вот как-то это тоже реализовать и в стенах нашего музея. Да, когда нет легких открытий, когда вот очень-очень долго с этим живешь. Жанна, спасибо вам большое за то, что были сегодня у нас в студии. Так, я не знаю, как подобрать это слово и пить. Это вкусно рассказывали, что ли, о том, что предстоит, какие мероприятия пройдут в музее. Прям хочется, чтобы быстрее это случилось и заглянуть. Да, приходите обязательно к нам, всех ждем. Не забудьте, что 4 ноября у нас свободное посещение до 8 часов вечера. Ну и ночь, конечно. Ночь искусств планируйте и не уезжайте никуда. Наш город, он дает интересные мероприятия в эту Ночь искусств. Кстати, тема в этом году, это же всероссийская акция Ночь искусств, она про искусство объединяет девиз. Вот в этот день будет искусство объединяет. И пускай оно нас объединяет, оно нас вдохновляет. Оно нам помогает. Помогает справиться с трудностями, проблемами, нашими переживаниями. Спасибо большое за то, что сегодня были с нами. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова